добрый день дорогие зрители канала ваша дача с вами татьяна башмакова я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я вам покажу по моему мнению наилучший способ посева ампельных питуней в январе уже можно посеять первую партию ампелей которые зацветут в начале мая то есть будет уже красивый кустик для этого надо выполнить всего несколько условий вообще я давно увлекаюсь питуньями не только ампельными в основном это у меня кустовые питунь и их надо сажать чуть позже без ампелей в горшках которые я переставляю по всей своей зоне отдыха я уже не представляю своего лето своего дачного участка и поэтому я всегда покупаю или маленькие расфасовки по 5 семян покупаю или вот в этом году решила попробовать купить такие полупрофессиональные уже тут 50 семян ну к сожалению срок годности у них заканчивается в интернет-магазинах сложно угадать когда мы выписываем семена но надеюсь что они вырастут хорошо и когда нам можно сажать ампели вот так в рано они ведь растут очень быстро и их корневая система развивается быстрее чем у кустовых питуней их необходимо будет переваливать поэтому надо учитывать чтобы у вас хватило места то есть их надо будет переваливать в горшочки большего объема желательно чтобы была теплица или большой балкон или лоджия куда вы потом сможете их выставить и даже расставить потому что питунья очень светолюбивая ну и конечно то условие которое надо фактически для всех растений которые мы сажаем в январе это нужно сейчас им длинный световой день 14 часов обязательно если вы можете такое такие условия выполнить хотите получить ранние цветочки или для продажи или для себя для души потом для балкона для горшочка раннего цветения когда еще ни у кого нет таких прекрасных цветов то вы можете сделать посев сейчас в январе сейчас вот наступает самые благоприятные дни для посева и ампельных питуней и просто можно питуней с 15 по 20 января очень благоприятные дни так что сети и наслаждайтесь первыми молодыми всходами когда семян мало я сажаю свои питуней в такие контейнеры контейнер достаточно высокий здесь можно три сантиметра три с половиной сантиметра насыпать грунта и первое время он растет у меня под крышечкой непременно всем рекомендую особенно начинающим кто неуверенно чувствует себя с питуньями иметь удобное укрытие то есть или крышечки или можно и стеклышки но не пленочку временно для всходов дело в том что сложно питунью на ранней стадии уберечь особенно если вы не находитесь все время рядом если вы ходите на работу нужны крышечки пробовала я высаживать питунь и вот такие вот кассеты кассеты эти небольшого объема мне не понравилось очень просыхает быстро грунт в кассетах вот в контейнерах где массой большой грунт выращивать легче исключение составляет только вот эти вот такие фикс прайсовские столько критики я про них слышала очень мне они нравятся но таблеточки фикс прайса я не использую для ампелей дорогих я в них высеваю питунь и которые россыпью или по три сажать но по три более простые но здесь больший объем я сюда наполняю этот объем у меня уже много таких кассет нас собиралась очень удобный у них именно размер я свой грунт сюда насыпаю и по три ампеля в прошлом году из его я так выращивал можете смотреть видео но вот эти кассеты можно с поддомом можно без поддона они меня входят вот такие мои лоточки на дно и они довольно таки низенько там стоят и дальше я накрываю стекло не растут у меня там первый месяц прекрасно есть можно приоткрыть и вот контейнеры вот купила пластиковые они самые удобные конечно если вы хотите тоже по много петунии сажать мне кажется удобно многоразовый купить и я накрываю или этой крышечкой родной или потом стеклышком стеклышко более прозрачная можно его отодвинуть в сторону для проветривания но не снимаю полностью для петунии это самый идеальный вариант а теперь непосредственно посеву в принципе посев ампелей не отличается от посева кустовых петунии главное выбрать правильный грунт раньше я сажала земля листовая один к одному с песком но вот много замечаний слышала мне очень нравится этот способ так как при нем при таком грунте стопроцентная всхожесть но растения первое время очень бледненькие но мы все так спешим хотим чтобы они сразу были темно-зеленые большие но мне хорошо разбивается корневая и вот сейчас я уже отработала для себя я считаю наилучший грунт и для ампеля я его использую непременно я беру готовый грунт на основе торфа и кокосового волокна с перлитом со всеми удобрениями для цветущих растений один к одному с просеянной тоже землю из леса посадки то есть земля на все-таки богатая и примерно столько же песка но песок он более тяжелый более такой плотный просто структуре и поэтому в объемной доли его получается меньше ну почти в два раза то есть это получается как бы один песок и вот на литр такой смеси земля торфяной грунт можно универсальный я добавляю еще ложку золы это все тщательно перемешивая вот получается у меня вот такой грунт такой вот он довольно рассыпчатый легкий влага и воздухопроницаемый в нем питоний очень хорошо развивается почему говорю что для ампели лучше именно этот грунт потому что они бывают более привередливые их семена часто дорогие и дорогие семена продают нам часто не свежими они залеживаются и именно для лучшей схожести лучше такой грунт и такой грунт он еще и обходится довольно дешево но для кустовых питуней вы можете не заморачиваться если вы не хотите мешать землю или у вас негде взять черной плодородной земли вы можете просто брать универсальный грунт для рассады и самый лучший грунт это грунт для синполий у тебя сколько его брала в него просто экспериментировала там все хорошо сходит но он все-таки довольно питательный для начальной стадии для дальнейшего развития он прекрасен вот на начальной стадии для хорошей вхожести такие грунты высота грунта у меня насыпано в лоточке где-то три с половиной сантиметра так как грунт землю и с песком я его уплотнила при помощи небольшого поливания он был довольно сухой вот даже хорошо влажная земля и когда я высаживаю много семян я их бороздками сажу вот я немножечко немножечко слегка присыпала песком это чтобы показать где мои бороздки потому что их как-то плохо видно было если я высаживаю в маленькие контейнеры то высаживаю в шахматном порядке и сейчас я буду сажать питунью одну от другой на расстоянии полтора и даже два сантиметра надеюсь конечно хорошую схожесть почему и вот расстояние у меня между рядами три сантиметра бывает я здесь и 4 бороздочки все зависит от того как вы рассчитываете сколько у вас места и сколько долго питания находиться в этом контейнере я планирую их подольше оставить до пикировки в этом контейнере чтобы потом позже распикировать чтобы сэкономить место и такой редкий посев имеет смысл делать для того чтобы наши сеянцы быстрее развивались мы же сажаем январе для того чтобы получить более раннее цветение сейчас раскладываю семена по этим бороздкам семена распределила по бороздкам и не обязательно они сразу должны упасть на одинаковом расстоянии можно потом их зубочисткой или шпажкой подровнять сверху обязательно увлажняем если вы сомневаетесь в семенах то можно эту гранулку раздавить ее немножечко утопить конечно не под землю не глубоко тогда она лучше ну как бы быстрее прорастет но я что заметила вот эти семена panamerican set у меня это panamerican set не обязательно петунии и другие у них вот такая желтенькая оболочка она очень легко распадается сразу а вот есть петунии правда точно не скажу чей производитель но там белые гранулы которые цементируются легко вот ту гранулу надо точно немножко утапливать когда вокруг будет земля тогда и будет лучше и естественно наверное уже все знают что петунию ни в коем случае нельзя присыпать не даже очень тонким слоем но вы можете видеть мои предыдущие годы у меня все время песок песок возле петунии вот при первом появлении маленьких-маленьких сеянцев я подсыпаю песочком так как петуния очень склонна к выпадению к черной ножке а песок он очень быстро просыхает на поверхности и вот такой вот лучший способ я считаю вот посева петунии потому что он дает наибольший результат схожести и никакого выпадания накрыла свой контейнер и отправляю его на стеллаж в светлое место и причем петуниям не нужно 25 градусов очень теплая температура для них тоже нежелательно желательно 22 23 для всхода как только появятся сходы лучше снизить температуру до 19-20 градусов тогда они не потянутся но если вы этого не сделаете ничего страшного после того как петунии зайдут и хотя бы раз день нужно будет открывать контейнер для проветривания ненадолго буквально там можно даже на секунды этого вполне достаточно для молодых сеянцев и маленький подведу итог как лучше всего посеять ампельные петуни лучше всего их посеять в общем контейнере здесь создается благоприятная именно атмосфера для их роста для начала начальной стадии и неважно это будет маленький контейнер или такой большой я пробовала еще в два раза меньше такой шириной 5 сантиметров но в контейнере всегда лучше они растут чем в кассета в кассетах надо иметь большой навык за ними надо постоянно следить постоянно нужно очень много времени им уделять грунт должен быть бедный с большим содержанием песка вместо песка вы можете использовать перлит но это дорого а песок вполне устраивает петунии это вот их грунт именно один к одному земля торфяной смесью и плюс половинка песка обязательно добавляем залу она защищает петуни от черной ножки то есть от выпадения к чему она склонна и в то же время является и стимулятором роста особенно образование корней дальше грунт на ранней стадии должен быть обязательно хорошо влажный и теплое светлое место и тогда наши петунии непременно порадуют нас хорошим с хорошей схожестью а затем и прекрасным цветением до самых морозов присоединяйтесь выращивать будем красоту вместе оставайтесь нашим каналом и до новых встреч до новых встреч